Перебор, скажем так, не перебор в плане там излишек как чего-то, а перебирание правительства, его перенастройка в итоге привела к ослаблению либерального лагеря или он остался неизменен? Либеральный лагерь не усилился. Это фундаментальное достижение, это то, что у меня вызвало восторг. Потому что Мишустин, как человек, который корректно относится к либерализму и вполне терпимо относится к либерализму, скажем, в отличие от меня, но он нуждается в обеспечении развития. И он уже с Банком России, что называется, практически конфликтует. В бюрократическом смысле это слово, разумеется. И вынужден компенсировать последствия его действия, ворачиваясь практически наизнанку. А если бы он ушел, пришел бы любой другой человек, не имеющий такого опыта. Либерализм усилился, потому что ослабла бы воля к развитию. Ослабли бы организационные способности к развитию. Что Белоусов уходит, было известно достаточно давно. Я очень надеялся, что это не реализуется. Я очень надеялся, что он просто останется, просто будет понижен с первого вице-премьера до просто вице-премьера. Даже одно из сообщений успело проскочить об этом. Но на смену ему предполагался Орешкин. Орешкин, который сейчас ушел замглавой администрации, особого, так сказать, влияния там иметь не будет. Но это либерально ориентированный человек. Не столь либеральный, как иноагент Ларионов или иноагент Латынина, но вполне либеральный в духе Небиулина, в духе Силуанова и так далее. Еще и по либеральному... Как-то вы страны Латынина упомянули? Олег Сашенко лучше было вспомнить. Ну, господи, кто же помнит Олег Сашенко? Олег Сашенко на самом деле лично вполне хороший человек. Просто нужно меньше алкоголя употреблять или в более правильной динамике употреблять. Тогда и мозговые процессы будут развиваться лучше. Но здесь уже поздно, здесь уже все случилось в конце нулевых годов, к сожалению. Вот отсюда и, так сказать, он-то начинал просто со здравого смысла, не стесняясь говорить идиотам, что они идиоты. Вот смотрите, может быть, если мы подводим баланс сил, там, либералы... Либералы не усилились, и это хорошая новость. Да, а вот с точки зрения именно интеллектуального потенциала, вот их возможности в целом влиять на системную политику, возможности сохранились или ослабли, или усилились? Интеллектуальный потенциал не имеет никакого отношения к политике, тем более к системной. К политике имеет отношение и интересы. Говорить об интеллектуальном потенциале, набьюгленной, мне представляется очень странным. Но именно она обеспечивает, как бы, всю критически значимую часть, хорошо, экономической конъюнктуры Российской Федерации. Банк России более важный фактор экономической конъюнктуры, чем цена нефть. Причем неизмеримо более важный. Интеллект не имеет никакого отношения к сегодняшней государственной политике. Вот, кстати, одно из заслуг Набиулина и за время, прошедшее с начала СВО, называют умение или возможность Национального банка наладить трансграничные расчеты. А вы знаете, а вот мое достижение является то, что у нас сегодня был восход солнца. Вот если бы не я, солнце бы не взошло. И мы бы сегодня сидели в потенциале. Вы считаете, что она просто высваивает себе чужие заслуги? Трансграничные отношения выстраивались бизнесу. Я видел, как они выстраивались. В части ухода от санкций у госпожи Набиулина есть цифровой рубль. Идеальный инструмент для обеспечения ухода от санкций. У нас там меньше тысячи цифровых кошельков было открыто в рамках его тестирования. Я спрашиваю заместителя Набиулина по техническим вопросам. Когда мы технически сможем, с технической точки зрения, мы сможем ввести цифровой рубль, чтобы он, а, был механизм ухода от санкций, и, б, чтобы на него повесить умные контракты, ну, на основе блокчейна, чтобы институционально, операционально ограничить коррупцию. Ну, я смотрю на данный, говорит, ну, знаете, с технической точки зрения, в 26-м году можем уже обеспечить массовое применение. При том, что никто там особо не торопится с цифровым рублем. Спрашиваю Набиулину, а когда мы можем ввести дело? Задаю тот же самый вопрос, убирая вопрос о технических аспектах. Ну, году в 30-м. Четыре года — это разница. Это влияние политических аспектов, которые олицетворяет Набиулина, на технологические аспекты, которые олицетворяет ее специалист по цифровому рублю. По новым технологиям, по финтеку. Все, это четыре года торможения. Я не говорю о том торможении, которое мы имеем сейчас. Потому что разговоры про цифровую рублю уже года три. И так остаются в основном разговорами. Сравните, как у нас цифровизация за эти три года прошла в обществе, с госуслугами тем же самым. Потому что оттуда идет, насколько я могу судить, массовая утечка информации. И скандалы из-за этого уже возникают грандиозные. Но и люди страдают, и люди всего лишаются. Но тем не менее цифровизация там идет. А цифровой рубль, ну вот все, сидим в углу, подчиняем примус, занимаемся какими-то экспериментами. Вторая проблема. За неряшливостью некоторых китайских банков возникла угроза вторичных санкций со стороны США. 80% расчетов России с Китаем по сообщениям китайской стороны либо поставлены на стоп, либо испытывают очень большие затруднения. 80%. Задача Набиулина в этой ситуации. Во-первых, вынести душу из ВТБ, у них там филиал в Шанхае, чтобы они расширили свои операции. А во-вторых, договориться с Китаем по иранской схеме, как Китай работает с Сараном, выделяется банк, который никому не жалко, он попадает под все санкции сразу, но этот банк обеспечивает системное взаимодействие со стороны, находящейся под санкцией. Но нужно понимать китайский менталитет, это мы должны об этом попросить. В нашей системе об этом должна попросить Набиулина. Это не задача Силуанова, не задача Белоусова, не задача Мишуся, не задача Минпромторга. Так, может, попросили, может, китайцы уже отказали? Знаете, если бы мы попросили, этот банк возник бы в течение месяца. И в течение двух месяцев. А зачем это нужно китайцам? А, простите, они прекрасно знают, что если мы посыпемся, то следующие будут они. И они, и американцы, и англичане воспринимают нас, как, грубо говоря, передовую линию китайской обороны. После того, как мы, признав, как бы это сказать, помягше, чтобы YouTube не забанил, Бандеровское правительство Украины в 2014 году, которое пришло к власти в результате государственного переворота, признав его, мы тем самым отказались от интеграции Украины в свой макрорегион, грубо говоря, в русский мир. После этого, без Украины иметь свой макрорегион, Россия затруднительна. Значит, после этого мы вошли в мир Китая, в экономическом плане, не в культурном, не в цивилизационном, в экономическом. Мы вошли в мир Китая, соответственно, мы стали объектом уничтожения Запада, потому что Запад воюет с Китаем. Бьют по слабому месту, а не по сильному. Мы слабое место. Отсюда все пошло, собственно говоря. Если вы признаете врага, который пришел к власти незаконно, то вы демонстрируете свою слабость, вас будут мочить и за это тоже. Так что китайцы крайне заинтересованы нашей жизнеспособностью. Они не заинтересованы, чтобы у нас здесь возникал автопром, который будет конкурировать с ними, упаси Боже. Но они заинтересованы в том, как мы жили. И они сказали, ребята, у нас 80% расчетов, мягко выражаясь, сильно затруднено, поэтому давайте что-то делать с этим. Это они сказали. С нашей стороны никаких обобщающих данных не было категорически. Более того, президенту Путину пришлось ехать в Китай, в том числе для того, как я могу предположить, чтобы сделать работу Набиуллиной, чтобы договориться о нормализации расчетов. И что-то я не слышал фанфар по этому поводу. Ну, потому что и новостейники их не было по этому поводу. Я думаю, что госпожа Набиуллина здесь не просто не проявляет необходимой инициативы, требуемой инициативы, а работает тормозом в этом вопросе. Потому что как либерал, она служит финансовым спекулянтом, а финансовые спекулянты, они нуждаются на данном этапе в уничтожении России, а не в ее прогрессии. Глобальные финансовые спекулянты, я имею в виду, разумеется, я не имею в виду Германа Ускорича. А на какой период у нас Набиуллина переназначена? До какого срока сидит она главой? Она сидит раз в пять лет. Избрали ее в 13-м году. Избрали ее в 13-м, значит, до 28-го. До 28-го года, получается, да. Нет, но я думаю, что она не досидит даже до конца этого года. Я готов вам торжественно вручить коробку голландских сигар, правда, маленькую коробочку. И они, боюсь, уже пересушены, но их можно подержать в морозилке. Если 31 декабря 2024 года Набиуллина будет оставаться председателем Банка России. Коробочка не очень большая, но если вы ее... Вы знаете, я вам презентую коробочку кубинских сигар, если она не досидит до конца этого года. Знаете, мне это бессмысленно, потому что я не курю, к сожалению. Когда я буду вручать, я разрешу его передарить. Ну, хорошо. Просто к тому, что я сам надеюсь, что когда-нибудь... Нет, я ориентируюсь не на политику, я ориентируюсь на состояние здоровья. Я вижу, как человек ходит, как человек говорит, как человек смотрит. Я профессиональный пациент. У меня много раз было в жизни так, что я ходил, ну, и вообще жил не через боль, но с очень большим трудом. С очень большим трудом. И я в Набиуллине, как вот в ее повадках, которые были в начале года, сейчас уже нет, сейчас расходилось. А вот где-то в феврале-марте, после того, как она в больнице полежала, я просто видел свои элементы. Вот, да, вот у меня было вот такое движение, когда у меня люто, там, было сложно. То есть она уйдет не потому, что ее уволят, а потому, что она сама уволится. Я думаю, что посостанет здоровье. Понимаете, в конце концов, как сказал один прибалтийский немец в давние времена, Россия управляется Господом Богом напрямую. И что характерно, Екатерина II не обиделилась на эти слова.